У нас представительное очень собрание выступающих. Хочу всех сразу выступающих заранее поблагодарить за то, что они будут с нами делиться своим опытом, своими идеями в области того, что нанотехнологии могут дать энергетике. И эта тема очень интересная для всех из нас. Потенциал нанотехнологий, а также проблемы и возможности в этой возникающей по всему миру отрасли и как это повлияет на нашу конкретную жизнь. Меня зовут Анкет Шукла, я представляю компанию Frost & Sullivan, работаю в нашем офисе в Оксфорде. И сегодня мы будем совершать это путешествие и рассматривать разные точки зрения всех наших выступающих. Это будет такой конструктивный разговор о том, что такое нанотехнологии для энергетики и что нанотехнологии будут означать для нас в будущем. Во время дискуссии и презентации, которую вы сегодня увидите, мы надеемся, это обогатит знания и потенциал всех нас. Итак, без дальнейших промедлений начнем нашу сессию с общего обзора со вступительных слов, посвященных нашим перспективам. Если посмотреть на глобальные энергетические тенденции, которые сейчас наблюдаются к 2020 году, мы все знаем, и вы это уже все слышали, как будет удваиваться потребление энергии с ростом населения, будет спрос на энергию расти постоянно. Но мы выделили эти 10 тенденций, будет расти спрос на энергетику и в краткосрочной перспективе до 2015 года, до 2020, и постепенно вы видите, как рост спроса на энергию будет продолжать расти. Сейчас отчасти это уравновешивается усилиями Ближнего Востока, того, что происходит на Западе. Но Китай станет большим потребителем и также поставщиком, и глобальная электрификация достигнет 80%, и, наконец, электрические автомобили будут развиваться. Также это будет новая эпоха природного газа, сланцевого, жиженного газа. Это самое интересное для исследователей и для обсуждения темы, конечно, коммерциализация чистого угля. Еще одна область, которая улучшается постепенно. Также улавливание выбросов и хранение. Все это улучшается. И, кроме того, разные стихийные бедствия, связанные с ядерной энергетикой, но все-таки они более-менее локализованы. Есть страны, которые, такие как Германия, ушли из ядерной энергетики, а в Великобритании строятся новые электростанции. Теперь есть перспективы для развития возобновляемых источников энергии. Вопросы умной сети, смарт-грид также широко обсуждаются. И там есть улучшение энергоэффективности, конечно, важные обстоятельства. Зеленые здания с более интеллектуальными системами, датчиками. У нас есть представители компаний, которые, например, Daikin, которые занимаются проектами в этой области хранения энергии. Еще один вопрос, который на всех нас влияет, например, батареи в айфонах и айпэдах и айподах. Более масштабные проекты хранения водородных элементов, больших элементов питания для автомобилей. И как улучшить эту отрасль управления спросом. Также мы смотрим на поставку энергии, на различные аспекты того, как циклы спроса развиваются с точки зрения частного клиента, а также индустриальных потребителей. И также мы говорим о стресс-тестировании различных энергетических компаний, которые здесь работают. Но, конечно, либерализация рынка также важный фактор для энергетического сектора. Энергетический сектор проходит через эти изменения, это будет продолжаться. Но система торговли выбросами, квотами на выбросы, там также идут определенные процессы. Это общие тенденции, все это связано с другим углом развития технологии. Мы сейчас видим вот это знамятое выражение «долина смерти». Не хочу звучать пессимистично, но любая технология проходит через четыре стадии эволюции. Базовые исследования, прикладные исследования, демонстрация технологии и коммерциализация. Однако то, что мы обнаруживаем, что до 80% инноваций по всему миру в правительственных организациях, в больших корпорациях, в университетах, так и не доходят до стадии демонстрации технологий, потому что они погибли в этой долине смерти. И причины простые. Баланс между частным государственным финансируемым технологией настолько перекошен, что это влияет на то, как технология развивается. То есть шоу останавливается не из-за техники, а из-за рыночных оснований. Что касается озабоченности разных типов инвесторов к разным технологиям, успешные технологии – это такие, где сбалансированность государственных и частных денег. И очень важно уделять повышенное внимание именно рыночным вопросам, удовлетворять там неудовлетворенность потребности. Теперь, что касается инноваций, немножко посмотрим высоты птичьего полета. Вот здесь на слайде, о чем я прежде всего говорю. Есть кластеры технологий в центре, вокруг рынки и отрасли промышленности, которым применимы эти технологии, кластеры технологии. И, наконец, макротренды на внешнем уровне, которые повлияют на человеческую жизнь. К 20-му году, к 25-му году организация развития будущей инфраструктуры, умные сети, конвергенции, инновации к нулю также интересная концепция. Но мы смотрим на какие-то технологии, рассматриваем все эти факторы, там масса различных технологий, как кандидатов, и мы потом пытаемся понять, какая технология реализуется в какой-то конкретный тренд в реальности. Хорошо говорить о тенденциях, предсказывать, что будет через 10-20 лет, но если технология еще не готова, возникает масса проблем. Если посмотреть на эту макрокартинку, мы, естественно, говорим о нанотехнологиях, о наноматериалах, поэтому, например, я не могу не сказать о графене. У нас есть масса различных нанотехнологий, нановозможностей, нанопокрытия могут там использоваться, наноустройства, наноматериалы, нанонаполнители, композиты, метрология также здесь работает. Хочу лишь оставить вот с такой мыслью с точки зрения использования графена, потому что графен – это фактически будущая звезда нанотехнологий. Все говорят о графене, потому что Андрей Гаймен, коллега из Манчаттского университета, получил Нобелевскую премию в этой области. Но, кроме того, это связано с большим будущим потенциалом графена как материала. И здесь масса различных применений, в том числе в энергетике. Это, что нас интересует именно сейчас. И топливные элементы, хранение водорода и другие области, где может использоваться графен. И наверняка наши выступающие сегодня будут говорить о том, как нанотехнологии повлияют на перспективы энергетики. И здесь графен, естественно, может значительно сократить издержки, потому что мы говорим о 120 долларов за килограмм этих трубок. Но если графен выйдет на коммерческие рельсы, это будет девятая часть этой текущей стоимости. Это поможет не только нам, которые позитивно к этому относятся, но и количественным пользователям, которые хотят эти технологии адаптировать и использовать. Это положительные моменты, которые я бы сейчас назвал. Но на этой положительной ноте я вам хочу представить следующего выступающего. Хавьер Мартинес из университета Аликанта. Я ему предоставляю слово. Он нам покажет свою замечательную презентацию. Спасибо. Огромное спасибо. Действительно удовольствие здесь выступать. Я буду говорить о двух вещах, к которым я отношусь очень страстно. Технологиях и бизнесе. Конечно, никого не новость, что сейчас мы переэксплуатируем, слишком интенсивно эксплуатируем наши природные ресурсы из-за растущего населения Земли. Но не только. Извините. Итак, мы сейчас живем во взаимосвязанном мире, гиперсвязанном мире. И что сейчас здесь происходит, влияет на все по всему миру. Мы социальные революции видим в разных частях света, поэтому очень важно, чтобы обеспечить со всех водой энергией и пищей. И как мы к этому относимся сейчас, как мы об этом мыслим? Мы берем природные ресурсы, например, энергию и воду, и мы используем технологию для того, чтобы в конечном итоге получать питание и отходы. Мы должны минимизировать все эти отходы, естественно. Но на самом деле вот такой подход к технологиям неправильный, с моей точки зрения, потому что это линейный подход. Очень сложный, но все равно линейный. Мы берем природные ресурсы, мы обеспечим некую продукцию и отходы. Но надо перейти от линейного подхода к циклической экономике, где мы можем перерабатывать отходы, использовать отходы уже как природный ресурс. Конечно, этот момент очень сложный. У нас нет пока технологий для того, чтобы перейти от линейной экономики к циклической, к руковой экономике. И вот почему наши технологии и нанотехнологии настолько важны. Пока у нас этих технологий нет. И почему? Потому что у нас нет материалов, которые выполняли бы, соответствовали бы тем требованиям, которым нам нужны. Например, солнечные батареи пока еще не вырабатывают, достаточно электричества. Но нанотехнология все это меняет, потому что с нанотехнологией мы можем поднастраивать под наши нужды свойства материалов. Например, металлы, которые ведут себя как катализаторы, как изоляторы. То есть мы можем поднастроить свойства материалов очень точно. Это даст нам новые технологии, как мы надеемся. Это очень простой способ перенести эту основную мысль. Нанотехнологии. Здесь я позволю себе как раз использовать пример графена. Это влияет на самые разные энергетические технологии, более классические в области нефти и газа, где нам тоже нужна большая эффективность и более чистые зеленые технологии. Я уверен, что многие из вас уже знакомы с этим графиком. Но нет, если нет, посмотрите внимательно. Есть очень успешная история того, как лучший материал дает нам лучшие технологии. Когда я родился, эффективность солнечных элементов была такая маленькая, что солнечные элементы были только сферой изучения академиков. А что мы сейчас видим, то, что производительность солнечных элементов выросла на 30%, и в будущем, мы надеемся, она будет расти. И солнечные технологии будут экономически выгодны достаточно скоро. Это очень успешная история того, как материалы лучшего качества дают нам более высокую эффективность, дают нам более чистую технологию для энергетической отрасли. Это большая, конечно, сложная проблема. Я не хочу здесь упрощать, но хорошая новость в том, что у нас есть масса альтернатив. Это ряд примеров разных энергетических технологий, которые у нас есть сегодня. Не только мы их уже используем, но, может быть, намечаем на будущее. Есть традиционный нефть и газ, более сложный биотопливо, ядерное топливо или энерговетро. И здесь опять мы говорим о необходимости новых материалов, графея, нанотрубки, флуорины, зиолиты и лучшие катализаторы, которые дадут нам возможность перейти от этих технологий на ранней стадии развития к настоящим новым отраслям промышленности. Как мы мыслим о нанотехнологии? Это то, что дает силу другому. Это не окончательный продукт, это инструмент. Это то, как мы, ученые, производим материалы более высокого качества для создания новых бизнес-возможностей. Я именно так думаю о нанотехнологиях. Это то, что дает силу другому. А бизнес – это наша возможность. Если чуть подробнее это обсуждать, я показываю вам ряд нанотехнологий, которые влияют особенно на энергетику, и как эти конкретные технологии могут также влиять на традиционные и новые источники энергии. Это достаточно сложная схема. Вы видите стрелочки туда-сюда, я это понимаю, но могу лишь сказать, как новые нанотехнологии могут повлиять на массу-массу различных энергетических технологий. И, в частности, я остановлюсь на двух – нанокатализаторы и зеолиты. Зеолиты – это катализаторы, которые используются в нефтегазовой промышленности. Но вот этот слон, который никто не замечает в комнате, особенно в российской комнате, в России, это, естественно, природный газ. И в Америке, конечно, тоже важный природный газ. Важная тема – настолько природного газа, настолько много этого углеродного сырья, это меняет энергетический ландшафт. И я показываю страны, которые производят больше природного газа метана. И здесь мы показываем этот незабываемый график. Лишь пару лет назад слонцевый газ был ничем в общем производстве природного газа. Но скоро на слонцевый газ будет приходиться практически половина того, что производится по всему миру. Это очень-очень огромные масштабы. И у нас будет природный газ много-много лет еще в нашем распоряжении. Как химик есть хорошая новость для энергетической отрасли, но мы многое еще другое можем сделать с природным газом. Можем взять природный газ, который мы называем обычно метаном в химических лабораториях. И мы произвести различные другие газы и бензин даже, не знаю, знаете вы присутствующие об этом, но с точки зрения цены, мы можем производить бензин и дизель из природного газа. Или бензин и олефины через производство метана, потом в метанол и в бензин. Это новая технология. Почему это пока не делается? Потому что у нас нет правильных материалов, оптимального катализатора, который позволит нам перейти от газа к жидкой фазе, от метана к бензину и дизелю. Но аналогичным образом, как метан, природный газ у нас в изобилии, новые углеводороды. В нефтяном секторе Сантос из Канады, Тайоил Шейл, сланцевая нефть, также будет важным игроком в будущем. А здесь наша задача получить катализатор, например, зеолит с порами достаточно большими, чтобы туда могли закатить более крупные углеводороды, чтобы их можно провести их крекинг. И в моей компании, на основе МЭТИ, я ее несколько лет назад создал, Rife Technology. Мы поняли, что есть проблемы в энергетике, особенно в области нефтезаводов, переработки нефти. Существующие катализаторы недостаточно эффективны для очистки этих материалов. Зиолиты – это очень интересный материал, это кристаллические структуры. Вот с такой структурой мы видим эту кристаллическую структуру, которая создаёт эти поры. И сейчас эти поры посмотрим более подробно. Это кристаллический материал, и углеводороды проходят через отверстия в этих структурах, через эти поры. Например, нефтяные молекулы заходят внутри катализатора, доходят до активной части. Когда она оказывается внизу, происходит крекинг и разделение на фракции бензин и дизель. Но проблема в том, что новые существующие исследования, пока молекулы нефти слишком большие, они не попадают в эти поры. Вот, например, мы видим, как эта молекула не может проникнуть в пору, и процесс крекинга не происходит. Нам нужно увеличить пористость, добиться нанопористости в этих материалах. ...чтобы молекулы туда проникали и подвергались крекингу. Это очень-очень важно, потому что это позволит нам перерабатывать очень тяжёлые углеводороды и делить их на фракции бензин, дизель, которые выходят из катализатора легче, и мы получим рост производства бензина и дизеля. Очень хорошо. Хорошая новость заключается в том, что это не всегда бывает полезно для переработки нефти, но и для многих других технологий, потому что катализаторы имеют очень маленькие традиции. Поэтому нанопорта, когда мы их откроем для возможности этого процессинга, то, что мы сейчас делаем, мы работаем с нефтеперерабатывающими предприятиями, чтобы они могли применять их не только для переработки и гидрокрекинга, но и для других индустрий, для других отраслей промышленности. Например, для обработки воды и для очистки воды. Всё, что я вам сегодня рассказываю, это основано на том, что мы знаем сегодня. Однако я верю, что очень трудно и почти невозможно взять и сказать всё, что нам в будущем принесёт нанотехнология. Поэтому есть очень хорошая книга. Я хотел бы представить вам эту книгу. Я часть своего личного времени потратил на создание этой книги «Нанотехнологии для энергетических вызовов». Благодарю организаторам за возможность выступить перед вами. Спасибо большое за внимание. Благодарим за прекрасную презентацию. Я думаю, что мы продолжим в этой перспективе, что могут делать нано-катализаторы. И очень интересно, когда вы говорили о нано-катализаторах и прохождении нефтепродуктов через вот такие решётки. Я думаю, что Сергей сейчас расскажет нам немножко больше об этом. А, Серхио, простите. Благодарю за представление. Я хотел бы поблагодарить за возможность находиться здесь. Меня зовут Серхио Капуста. Я ведущий следователь по физике материалом компании Shell Global. Компания Shell – это мировая компания. Мы работаем в секторе нефти и газа и других энергетических отраслях. И, конечно, больше мы поговорим о нефти и газе. Какие именно некоторые из нанотехнологий мы используем сегодня и собираемся использовать больше в будущем. Безусловно, всё я не охвачу, но если вы хотели бы поподробнее узнать, можем обсудить этот вопрос после сегодняшней сессии. Мы очень заинтересованы в открытых инновациях и сотрудничестве с малыми и средними бизнесами в области экосистем. У нас есть целая логистическая схема, технологическая схема, которую мы используем. И мы вообще не планировали быть в нанотехнологическом бизнесе. Мы планировали больше заниматься нефтью и газом. Но мы понимаем, что нам так или иначе придётся быть с этим связанными. И поэтому, если мы добиваться будем определённых успехов здесь, и если мы заинтересованы в этом, то это замечательно. И как Ксавьер отметил, я хотел бы сказать, что в большинстве международных организаций есть определённые оценки того, что в ближайшие 40 лет потребность в энергоносителях очень сильно возрастёт. Прежде всего, по двум причинам. Во-первых, рост населения. Будет добавиться порядка 2 миллиардов населения за предстоящие годы. И мы, конечно, хотели бы, чтобы стандарты жизни наши улучшались также по сравнению с теми, которые мы имеем сейчас. И это очень связано с потреблением энергии. Стандарты жизни тесно переплетаются с этим аспектом. Мы не хотели бы жить в нищете в энергетическом плане. Мы хотим обеспечить этой энергией людей. И чем больше будет людей, чем больше будут они потреблять энергии. Конечно, для нефтегазовых компаний это здорово, потому что... Но есть и оборотная сторона медали, потому что появятся другие потребности, касающиеся окружающей среды. Мы слышали о изменении климата в выбросах в атмосферу, в СО2. И, конечно, кроме этого, вырастают потребности в водных ресурсах. Есть взаимосвязь между энергией и водой. Чем больше энергии мы производим, тем больше нам требуется воды. И для того, чтобы потреблять воду, то есть производить воду, нам тоже нужна энергия. Поэтому все это очень взаимосвязано между собой. И это одна из дилемм, с которыми нам приходится сталкиваться. И в результате нам придется использовать, то есть увеличить количество энергии в два раза, уменьшить экологическое воздействие и ввязать это с потреблением воды. Конечно, нам надо будет понять, каким образом будет формироваться этот энергетический пакет и какое место будет занимать нефтегазовая отрасль здесь. И на самом деле она будет занимать большую часть поставки энергии. И для нас это хорошая новость. Но опять негативная сторона, что сложнее и сложнее становится находить нефтегазовые месторождения и преобразовывать их в продукты потребления. И нанотехнология, как и другая технология, которая существует, разумеется, призвана нам помочь в этом. Бизнес-компания Shell, как и нефтегазовый бизнес в целом, заключается в том, что мы производим нефтегаз, то есть наш процесс добыча, подготовка, создание продуктов и поставки этих продуктов в виде нефтехимических, углеводородных продуктов. Конечно, есть разные применения этих направлений. И с какими вызовами нам приходится сталкиваться. И они не только связаны с нанотехнологиями, но и с другими местами, направлениями. То есть это, конечно, как мы понимаем, нанотехнологии нам помогут во многих направлениях наших технологий. И вот я составил небольшой список того, где именно... И как Хавьер упомянул, нам нужно использовать каталитические материалы микроскопического и наноуровня. И мы понимаем сейчас лучше и можем разрабатывать именно такие материалы, которые будут подстроены под наши потребности. Мы в них нуждались уже давно. И кроме этого, сенсорные беспроводные сети – это еще одно направление, о котором хотелось бы поговорить. Что нам еще нужно скачать от нанотехнологий? Не только частички определенного вида, но также и поверхности наномасштаба в нефтегазовых технологиях – это очень важно. То есть покрытие и поверхности взаимодействие между металлами и нефтью, пластиками и нефтью, другими какими-то материалами и нефтью. И насколько это может быть эффективно для наших процессов. Как я уже сказал, что мы заинтересованы в улучшении наших операций, эффективности наших операций и всеобщего потребления нефти и газа. Поэтому изоляционные материалы – это еще одно из направлений. И кроме этого, использование тепла термоэлектрическое, тепла пьезоэлектрическое и ряд других видов энергии, преображенных и пригодных к использованию. Кроме этого, сюда входит улучшение свойств масел и смазок при трении, при взаимодействии с поверхностями. Не думайте о технологиях как о частицах, но также думайте о превращении поверхности, то есть видоизменении поверхности и какой эффект мы от этого можем получить. В частности, для меня удаленные датчики имеют очень важное значение. Мы должны понимать, как работают наши активы. То есть мы заинтересованы в том, чтобы мониторить то, что происходит на наших субповерхностях, то, как работают насосы, как работают скважины, как работают нефтеперерабатывающие подразделения. И все это очень сложная тема, поэтому я не буду сейчас очень вдаваться в глубокие детали, но я знаю, что это может также быть интересным. Я понимаю, что мы не сможем добиться важных результатов и серьезных результатов, если мы не будем знать, что наши нефтеперерабатывающие предприятия являются эффективными и безопасными. Я думаю, вы слышали о нетрадиционных нефтегазе, несмотря на то, что это, может быть, не совсем ваш бизнес. Мы хотели бы сказать, что геология обычных нефтедобывающих... То есть мы добываем, соответственно, из пластов больше, чем сотню лет мы хорошо могли находить и устраивать специальные ловушки для нефти, откуда мы могли откачивать нефть и газ. И, конечно, если мы рассмотрим обычный сейсмический подход к этому процессу, вот газ, вот здесь газа нет, таким образом мы бурили скважины, а, собственно говоря, газа и нефти там не было, поэтому очень много вот таких полых скважин, пробуренных некогда впустую. И чтобы повысить качество нашего бурения, то есть чтобы сделать его более эффективным, например, мы можем использовать определенные инструментарии для того, чтобы до 100 метров глубиной мы могли предвидеть, как выглядит рельеф. Для этого требуются наносенсоры, которые позволяют заглянуть внутрь земной поверхности и увидеть, как обстоят дела там. На протяжении сегодняшнего и вчерашнего дня мы слышали уже о том, что управление активами очень важно. Сотни километров трубопроводов. Мы не можем все время приходить на какие-то места и проверять, как они работают. Нам нужны сенсоры, нам нужны системы сенсоров, сети сенсоров, которые включают также, кроме получения энергии, передачу данных, хранение данных и так далее. Если это должно сопровождаться автономными источниками энергии, чтобы эти датчики работали даже без подключения каких-то электрических сетей, просто на автономных источниках питания. Вот простая картинка, которая показывает поверхности в нефтегазовой промышленности, покрытия разного рода, которые предотвращают трубопроводы от забивания разного рода отложениями, будь то лед или какие-то другие загрязняющие компоненты. Я думаю, что многие предприниматели, которые находятся в аудитории, я понимаю, если вы найдете лучшую поверхность, которая не образует капельки, чтобы мы могли улучшить от 5 до 10% конденсацию. Если мы сможем улучшить параметры по конденсации, то это будет очень хороший результат. У нас еще много интересных иллюстраций, но я не буду много на этом останавливаться. Очень сложный путь проходят разработки от лабораторий до реализации практической на местах, на месторождениях. Нам надо ускорять эти процессы, то есть не 20-30 лет, как это занимало раньше. Нам нужно, чтобы мы могли сотрудничать с маленькими стартапами, с очень энергичными и стремящимися довести свое дело как можно быстрее до завершающего периода. Мы сотрудничаем с рядом университетов, малыми и средними предприятиями. И вот этот слайд говорит о том, как вы можете попасть в Shell. Вот есть четыре пути, и один из них, который я хотел бы особо выделить. У нас есть процесс, который называется Game Changer, изменение правил игры. Это проект, доступный в любой части мира. Вы можете преподнести свою идею, защитить свою концепцию. Если эта идея для нас подойдет, если эта идея подойдет для нефтегазового сектора, мы готовы помочь вам развивать ее дальше, обеспечить финансирование и так далее. То есть, либо мы сможем купить у вас ее, либо сможем каким-то другим образом поучаствовать в развитии этого проекта. И группа венчурного капитала также участвует в этом процессе. Мы заинтересованы, чтобы те продукты, которые получаются в результате инвестиций, мы могли бы использовать в своей работе. Мы очень терпеливы, мы не торопимся, мы не как венчурные капиталисты, которые хотят получить быстрый возврат на свою инвестицию. Мы понимаем, что если что-то может иметь успех, то мы готовы провести это от базовой идеи до момента коммерциализации. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть такие идеи, подходите ко мне, обращайтесь ко мне, и мы посмотрим, что можно сделать. Еще одно небольшое замечание. Мы не можем использовать коробки передач. То есть есть вещи, которые мы не можем сделать сами, есть некий интегратор, который может позволить какому-то продукту состояться. То есть мы не можем взять весь процесс под контроль. Мы можем это делать только на своем этапе. Спасибо большое за внимание. Благодарим Серхио. Это очень интересная презентация. Наш следующий спикер из компании Daikin. Его зовут Пьер Жюри. Большое спасибо. Здравствуйте, дамы и господа. Позвольте, прежде всего, поблагодарить организаторов за приглашение на эту престижную сессию. Меня зовут Пьер Жюри. Я являюсь старшим совестником Daikin Chemical Europe. Я не буду говорить о кондиционерах, но мы же, прежде всего, химическое подразделение, которое разрабатывает материалы. Химические материалы, это, конечно, играет свою роль в обновляемых технологиях. И как нано-материалы могут нам помочь улучшить материалы вообще. И об этом я сегодня буду говорить. И дам вам просто немного соприкоснуться с этой темой и покажу несколько примеров, как эти нано-материалы помогают нам улучшать отрасль возобновляемых источников энергии. Я говорю о нано-материалах, но нано-технологии – это более широкая сфера. Вот эти все названия, нано-электроника. Я хочу сохранить скромность. Я не буду говорить обо всем этом, но в основном буду говорить о нано-материалах. Это малая структура материала до 100 нанометров, и обычно это то, что интересует химическую компанию. Когда мы говорим о возобновляемых источниках энергии, у нас есть обычно шесть основных технологий, в зависимости от того, какая технология используется и какой поток энергии. Здесь я буду говорить о примерах из верхней части схемы. Солнечная энергия, энергия ветра – это возобновляемые источники энергии, которые сегодня получают больше всего внимания. Это то, где мы видим основной рост, и по хорошим причинам. Во-первых, это действительно очень… там есть разнообразие, нет географических ограничений. Это работает почти везде, в отличие от гидроэлектроэнергии. Нет конфликта с пищевой цепочкой, как у биотоплива, например. И солнечная энергия, там 120 миллионов гигаватт, которые на планету падают каждую секунду. То есть достаточно энергии, которые можно собрать и использовать. И если четыре вида энергии внизу слайда, они напрямую используются для… Как типовая энергия, электричество. Что касается ветра и солнца, у нас есть определенные проблемы. Они волатильны по природе, их нельзя получить в любой момент. То есть абсолютно необходимо, чтобы эксплуатировать эту энергию, разработать пригодные методы хранения такой энергии и переработки. И мы поэтому показываем это на слайде. Это очень важно для завтрашнего дня. Когда мы говорим о вопросах хранения накапливания энергии, там целый ряд разных технологий существует, которые здесь представлены на этом графике. И там мы показываем диапазон энергетики, где они могут работать в области мощности энергии. И сейчас, если у меня сработает указка, вот вроде бы здесь есть указка, вы видите в левом нижнем углу, где мало энергии и малой мощности. Это то, что используются для мобильности, для автомобилей. Литий-ионные батареи постоянно развиваются. Один из лучших сценариев при также создании суперконденсаторов. Если идем мы вправо в диапазон нескольких мегаватт, то обычно мы говорим об одной-двух ветровых турбинах и батарее. Технология flow battery, особенно в стационарных вариантах. А еще дальше вправо, когда мы говорим о хранении большого количества энергии, там уже совсем другие технологии. Гидравлические насосы, они, конечно, ограничены с точки зрения географии. Сжатый воздух, да, неплохая технология. Сегодня не очень гибкая. Поэтому в Германии, например, сейчас возникает хранение электрической энергии в виде водорода через электролиз. Почему я особенно эти подчеркиваю flow battery из электролиза и литий-ионной батареи? Это электрохимические системы, в которых материалы и наноматериалы могут сыграть крупнейшую роль. И они также представляют те же проблемы. Нужно сокращать расходы, улучшать надежность. И когда мы говорим о мобильности, также мы хотим улучшить плотность, энергетическую плотность, чтобы эти батареи меньше места занимали в автомобиле. Почему нас интересуют наноматериалы? Ну, понятно, потому что в наном диапазоне с таким большим соотношением поверхности объема и у инженеров возникает возможность модифицировать материалы и получать новый баланс свойств с точки зрения электропроводимости, например, в электрохимических системах, а также механические свойства можно улучшить. Мы видим применение в области ветровых турбин. Есть возможность улучшения оптических свойств, в частности, сферы применения. Это мир солнечной энергии, то же самое поверхности, то же самое химическая реактивность. И поэтому это все объясняет, почему так много интереса проявляется к наноматериалам. Теперь перейдем к практическим примерам. Я выбрал примеры, которые уже практически готовы к коммерциализации. Они, конечно, есть и больше примеров, но те, которые я вам показываю, это очень простые. Поскольку такая поверхностная презентация, это уже готовы к коммерциализации. Начинаем с фотоэлектричества, с солнечных панелей. Понятно, большая одна зона для наноматериалов. Это СССР. Профессор Гетцель об этом говорил на предыдущей. СССР. Здесь я не буду подробно вдаваться, но если посмотреть на более простые варианты применения, то, что называется фронтальные листы, обычно стекло используется, но теперь мы говорим о использовании полимеров, флюорополимеров, прочнее, но гибкий материал, самоочищающиеся свойства. Проблема с полимерами – это долговечность. Потому что они подвергаются влиянию ультрафиолетового изучения. И флюорополимеры здесь неплохо работают, но их все равно нужно улучшать. И здесь мы, если мы добавляем наночастицы сериум-оксайд, то у нас получается СИО2, который является абсорбентом ультрафиолета и лучше работает в видимом спектре. И мы видим, когда мы помещаем покрытие из этого материала на флюорополимер, и ТФИ или ИСИТФИ, справа вы видите график до 350 нанометров, то есть в области ультрафиолета вы резко обрезаете энергию, которая передается, то есть нет атаки на флюорополимеры. Также справа на графике видимый светер 100 нанометров, большинство энергии передается. Если взять вот эту красную кривую на графике, где размер на частиц сокращается до 10 микрон, у вас практически возникает перенос 80% энергии в видимом спектре. Лучший из двух миров блокируется ультрафиолет, и полезный свет проходит. Это хороший пример. Один хороший пример. Теперь механические свойства. Из этой области пример. Здесь ветровые турбины. Есть такая тенденция улучшать мощность отдельных турбин. Вы можете увеличить размах лопастей до 120 метров. Это рекорд. И, конечно, механическая нагрузка растет, но непропорционально. В зависимости от R3, компонента механического сопротивления, мы здесь не можем слишком увеличивать вес. И здесь проблема – это циклическая усталость материалов. И такие проблемы, как удары молнии. Тоже нужно улучшать прочность, надежность ветровой турбины. И вот карбонуглеродные нанотрубки, конечно, могут помочь. Они обладают хорошими механическими свойствами и электропроводностью. Если ввести в эпоксидную матрицу, эти карбоновые нанотрубки могут выступать в роли таких мостиков. При распространении трещин это замедляет возникновение трещин и замедляет распространение трещин. Как я уже говорил, это самое уязвимое место ветровой турбины. Кроме того, размер волокон улучшается, и улучшается адхезия между эпоксидной матрицей и волокном, улучшает электростатистические свойства и также прочность нажатия. Еще один способ, как карбоновые нанотрубки можно использовать для покрытия этих лопастей. Нанотрубки, великолепный электропроводник. И нанотрубки будут соприкасаться друг с другом даже при небольшом количестве. То есть вы можете делать покрытие. Вы обеспечите механические свойства при минимальном весе покрытия и также дисперсия электростатических зарядов, что защищает ветряки от ударов молнии. Это только лишь пример, который предоставил компания NanoSil, небольшая бельгийская компания, которая является лидером в производстве нанотрубок. И здесь мы видим на этом графике улучшение параметра G1C. Это энергия, которая необходима для инициирования растрещивания. И здесь мы говорим, что мы удваиваем энергию, которая в противном случае требуется для распространения трещин. В области батареи, аккумуляторов, также масса потенциальных улучшений, которые могут с собой привести наночастицы. Здесь мы говорим о самом известном примере. Это углеродные нанотрубки или графен. Графен упоминался здесь. И поэтому понятно, что нанотрубки – это уже коммерчески доступный материал, а у графена еще есть несколько лет, прежде чем он будет широко доступен. Здесь идея использовать углеродные нанотрубки в катодах батареи. Обычно вот вверху вы видите небольшая схема, которая показывает устройство катода. Там литий, карбидоксид или фосфат железа или другие. И фосфаты с литием есть связующие, флюополимерные связующие. Это синие и карбоновые нанотрубки, которые будут показаны черным. Это связующие также… Это проводящие элементы. И что получается? Из-за великолепной электропроводности вы можете гораздо меньше нанотрубок туда помещать. Больше места, проще говоря, остается для активных элементов. То есть при том же весе, в алюметрических свойствах у вас больше мощности вырабатывается. Вы увеличиваете плотность энергии. Есть и второй момент. Из-за механического прочности нанотрубок, когда у вас циклы в аккумуляторе, у вас есть маленькие частицы, которые совершают микродвижения между собой. И из-за прочности нанотрубок сеть проводящая остается эффективной, что не происходит при обычном углероде. И это улучшает устойчивость аккумулятора к циклам. Здесь также хорошо это показано. Также наносил нам предоставили эти материалы слева. Вверху мы видим различные данные по нанотрубкам, обычному углероду, графиту. И, иными словами, при том же уровне концентрации у вас меньше… Здесь непроводимость, я имею в виду резистивность сопротивления. Что касается воздействия на долговечность и прочность, мы видим потерю мощности по мере роста циклов, количества циклов разрядки-зарядки. И тут разные графики для проводящего углерода против нанотрубок. И при нанотрубках у нас лучшие результаты. Внизу также мы говорим о дисперсии, коммерческой дисперсии нанотрубок. При водяной дисперсии мы видим, как сохраняется эффективность выше 90% даже после 2000 циклов, что очень неплохой результат. Итак, в области аккумуляторов активный элемент. Я говорил о карбиоксиде лития. Еще один популярный материал – используем фосфат. Фосфат литиум-железа. Там химические связи гораздо прочнее, поэтому этот продукт гораздо стабильнее с точки зрения окисления. И химические свойства. Еще одно преимущество – он гораздо дешевле, потому что железо широко распространено, а фосфаты. И фосфаты также достаточно обычные. Кроме того, это безопаснее. Особенно если мы хотим установить батареи в автомобиле. Это безопасность припитает особое значение. Электрические свойства, конечно, не такие хорошие, как у литий-корбидоксиды. Поэтому тут нужны наноформы. Кто-то уже выступал на предыдущей сессии о других типах фосфатов. А литий-магний – это те же самые проблемы. Мы также здесь должны получить нано-масштабы. Здесь я показываю пример от компании Preon. Я являюсь там членом правления. Это также крупная компания-производитель фосфатов из Бельгии. Они совместно с CEA, французский правительственный исследовательский офис, они придумали технологию для сокращения стоимости индустриализации этого материала – литий, железо, фосфат. И у них промышленного масштаба мелящие машины, которые нано-масштаб производят. И теперь продвигается этот материал в область аккумуляторов для автомобилей. Еще один пример, пока это еще до коммеризации дело не дошло, но это использование силикона. Свойство кремния таково, что у него лучше свойства, чем у обычного графита. Показатели в 10 раз выше. Но кремний в наноформе дезинтегрируется, когда вы его используете. Нужно придумать решение, как использовать наноформу кремния, сохраняя механические свойства. Это также область, где вы можете использовать нанотрубки или другие виды углерода. Два примера мы здесь видим. Сверху – это дисперсия наночастиц кремния на жестком углероде. И справа на графике вы видите, как во время цикла только увеличивается мощность. В середине – возможности нанотрубок. Там система из нанотрубок, и потом дисперсия кремния на эту систему. Но это пока еще только в развитии. Ну и, наконец, быстро перехожу к последнему примеру. У меня кончается время. Для суперконденсаторов также можно использовать. Нужно использовать эту щеточку из нанотрубок для того, чтобы улучшить улавливание электронов. Это также в разработке технологий. Еще буквально одно слово о этой технологии – flow battery. Ну, буквально потоковой батареи. Это применительно к управлению энергией ветровых турбин. Это более безопасные аккумуляторы, потому что электроды фактически в жидкой форме. Они удалены друг от друга внутри структуры. Во flow battery вы используете вот эти вот наборы электродов, которые разделены биполярными платами. Но углеродные нанотрубки с полимерами могут снизить тут затраты и улучшить гибкость производства этих двуполярных пластинок. У меня кончается время. Я перейду еще к вопросу топливных элементов. Не только про катализаторы здесь речь. И последний слайд. Я хотел вам показать, что есть огромное преимущество использования наночастиц. Я говорил о эффективности, прочности, надежности в затратах. Но есть у меня такое предупреждение. Я не говорил об аспектах безопасности труда, гигиены труда. Михаэль об этом говорил на предыдущей сессии. Есть, конечно, все больше и больше внимания к области применения наноматериалов. Люди все помнят о случае асбеста. Хотят его избежать. Поэтому здесь нужно быть осторожным. И отрасль должна работать в тесном сотрудничестве с регуляторами для того, чтобы избежать каких-то нелепых законов. Вы видели, как наноматериалы могут быть очень полезными. И к ним, конечно, нужно относиться с осторожностью. Но когда принимаются законы, здесь всегда баланс риска и преимущества. И разные области применения должны получать разные уровни внимания. Косметика – это один уровень риска. Батарея – это что-то другое совсем. Косметику вы на коже носите. Батарея – это нечто изолированное обычно. И разные батареи бывают. Поэтому важно не применять один подход ко всему. Большое спасибо. И спасибо за то, что позволили мне занять дополнительное время. Спасибо, Пьер. И уж действительно очень интересные мысли вы нам высказали по поводу безопасности. И вот особенно этот факт, связанный с правильным законодательством, это тоже влияет на то, как регуляторы к этой теме относятся. Ну и, естественно, у нас доктор Калюжный, представитель Роснана, он согласился заменить своего коллегу. И сейчас мы в оставшееся время мне сказали, что я должен закончить 4.05. Мы это постараемся сделать. У меня есть ряд вопросов к нашим достопочтенным участникам дискуссии. И оставим 5 минут для вопросов из аудитории. Но для начала позвольте мне вот о чем сказать. Мы все говорим о том факте, что о вкладе нанотехнологий, в развитие энергетики, энергетической отрасли. И с Хавера. Давайте начнем. А то не забудьте включить микрофон от этой кнопки. Спасибо. Несколько вещей. Нанотехнология дает энергетики. Именно больше в области исследования. Если посмотреть на то, сколько денег энергетический сектор вкладывает в НИОКР, там не так уж и много. Особенно для больших компаний. То есть здесь больший фокус на инновации возникает, на развитие новых технологий. Второй момент. Сейчас у нас много новых компаний, которые вносят свой вклад в предпринимательскую экосистему. Мы видели прекрасные исследования, фундаментальные исследования в наноматериалах, которые сейчас проникают на стадию коммерциализации. Также замечательно. Ну и, наконец, в области энергосбережения. Многие из этих технологий нацелены на то, чтобы более эффективно использовать наши ограниченные ресурсы. Все эти комбинации работают. Ну и последний момент. В целом. Нанотехнология, что она дает НИОКРу в целом. Многие годы мы говорили о необходимости, чтобы химик и физик и биолог и инженер работали вместе. Это так и раньше не происходило. Но впервые, когда это произошло, это произошло благодаря нанотехнологиям. Вы приходите в центр по нанотехнологиям, там вы видите химиков, биологов, экономистов, математиков. Они работают вместе, впервые пытаясь решить одну и ту же проблему. Это удивительно. Хороший момент. Я думаю, что технологии ведут к прогрессу. И хотелось бы понять, что нанотехнологии могут дать нефтегазовой промышленности. И можете нажать на красную кнопочку микрофона? Ну, то есть, помимо того эффекта, который они уже дают, да, катализаторы мы уже упомянули, потому что это очевидно совершенно. Но есть еще некоторые вещи, которые не совсем очевидны, и мы их не видели до тех пор, пока не пришли на нанотехнологии. Энергоэффективность. И на нее нанотехнологии могут оказать решающее влияние в части текучести, превращение поверхности, увеличение скольжения, уменьшение трения. То есть, это очень важный момент, потому что передвигаем огромное количество жидкостей. И вот в трубопроводах это такой очень важный фактор, который позволит достичь резкого увеличения энергоэффективности и экономии на транспортировке продуктов. Некоторые вещи, которые не напрямую связаны с наночастицами, но это применение, которое помогает нам понять нанотехнологии. Это смешивание, как в камере сгорания, конверсия происходит с жиженного газа, например, и некоторых ключевых компонентов, которые будут являться катализаторами при совмещении продуктов с воздухом. И вот в этих камерах сгорания они дают очень хороший эффект. И поэтому мне хотелось бы отметить, что новые компании, инноваторы не должны рассматривать только частицы, но должны рассматривать и другие аспекты нанотехнологий. Спасибо, Пьер, вы были достаточно добры, чтобы показать нам целый ряд применений, которые нанотехнологии привносят в бизнес. Некоторые мысли можете еще... Да, мы говорили о возобновляющих источников энергии. И, конечно, производительность имеет важную роль. Как нам уменьшить стоимость горючего и улучшить эффективность. Один из самых таких интересных примеров... Например, в Мерседесе ряд этих технологий работает, но они достаточно дорогие. Поэтому самый главный драйвер, который использует... В использовании платины, например, то есть нам необходимо структурировать таким образом и использовать такой катализатор, который бы уменьшил стоимость вот этих вот ячеек. Нам необходимо дать инженерам вот эту гибкость, чтобы они искали возможность найти оптимальный вариант решения, разработать свои материалы таким образом, чтобы они помогли получить именно те характеристики с наименьшими расходами. И я думаю, что это очень такой наиболее важный вопрос в сохранении энергии. Я думаю, что доктор Калюжный покажет нам с российской точки зрения, как мы можем это применить. К сожалению, очень плохо слышно, почему-то не подключен микрофон у модератора. Да, очень хорошо быть завершающим спикером в этой сессии. Я хотел бы подвести итоги некоторых идей, полученных от наших предыдущих спикеров. Мы можем разбить эту индустрию на четыре раздела. Это производство, транспортировка, хранение и использование. И все эти четыре подсектора нанотехнологий могут внести свой вклад. В первую очередь, касательно производства. Сейчас у нас есть очень средние коэффициенты извлечения нефти. Это порядка 35%. То есть это значит, что две трети нефти остается в земле. И я думаю, что нанотехнологии помогут очень значительно увеличить извлечение нефти. И много-много еще других моментов. Что-то мы должны сделать с холодом, то есть с углем. То есть как нам наиболее экологически чисто можно транспортировать нефть, то есть уголь. Я не верю очень много в био-горючее, которое из пищевых продуктов получается. Но какая-то часть этого, конечно, тоже может быть применима. Мы очень много органических отходов производим. Поэтому если эти отходы можно использовать для извлечения энергии, то это да. Что касается транспортировки, я думаю, что у России самые длинные, самые протяженные сети электрических сетей. Я даже не уверен, что мы правильным образом распоряжаемся этими сетями. Я думаю, что нанотехнологии в этой сфере также очень много могут нам дать. Потому что у нас не очень хорошие провода, не очень хорошая система управления вот этими сетями. Композитные, металлические конструкции. То есть нам нужно улучшить свою инфраструктуру. И новые наноматериалы помогут нам здесь. И что касается хранения, мой коллега говорил об этом. Через пять лет, я думаю, начнется достаточно большое развитие, значительное развитие электрокаров, то есть электромобилей. И мы сможем, конечно, постараться извлечь платину из этого каталитического цикла, изменить ее другим катализатором. Этого полоса позволит улучшить емкость и надежность наших батарей. Я думаю, что литий может быть использован в этих электрохимических приборах. Я думаю, что, возможно, воздух, воздух, лития, воздушные батареи, я думаю, литий сам по себе опасный. И мы ничего не сможем сделать, если мы как-то этот вопрос не решим. Что касается утилизации, это отдельная тема на этой конференции. Я хотел бы только упомянуть три важных вещи, которые я считаю важными для России. В первую очередь, это свет, освещение, я думаю, эмиссия света. Я думаю, в этом направлении будет достаточно серьезный рост в этой индустрии. И второе направление – это тепло, обогрев. Особенно в нашей стране, такой холодной, как Россия, нам необходимо эти новые изоляционные материалы представить на рынок. Стекла, покрытие – это очень важный аспект бизнеса. Я думаю, что технологии, наноиндустрии имеют очень высокие возможности в этом направлении. И последнее, я думаю, что ученые должны делать что-то с термоэлектрикой для преобразования тепла в электричество. Также очень такой важный резерв или резервуар для улучшения энергоэффективности. Вот, собственно, и все пока на данный момент. Очень интересные мысли о том, как нанотехнологии могут влиять на наши индустрии. Ну, я хотел бы еще некоторые мысли ваши по будущему, что насчет будущего. Я хотел бы попросить просто каждого из вас буквально кристаллизировать, да, коротко сформулировать подход 2020. Какие применения в индустрии энергоносителей по-вашему действительно вносят очень важный вклад, самый большой вклад? Когда вы дадите нам свои ответы через несколько минут. А сейчас я предложил бы нашим коллегам в зале от аудитории, может быть, какие-то вопросы есть. Пожалуйста, можете их задавать. Добрый день. Меня зовут Сергей, я из Украины. Мы сегодня много говорили о нанотехнологиях. И много вопросов мы обсуждали об энергетике, о том, что у нас в скором будущем будет нехватка воды, нехватка энергии, нехватка нефти, нехватка газа и так дальше. И одной из альтернатив мы называем добычей сланцевого газа. Лидером в этом вопросе выступает, как я знаю, Америка, в частности, компания Shell. Очень многие европейские страны заблокировали добычу сланцевого газа, учитывая то, что он уничтожает запасы пресной воды. Я хочу обратиться к вам как к эксперту и узнать ваше мнение по поводу этого вопроса. Как быстро закончатся запасы пресной воды, питьевой как таковой, учитывая динамику добычи сланцевого газа, в частности, в Америке и в мире. Спасибо. Насколько я понял, очень плохая слышимость. Сделайте, пожалуйста, что-то, чтобы был нормальный звук. Спасибо за вопрос. Что касается нанотехнологий, есть пару вещей. Первое – это то, что сланцевый газ, производство сланцевого газа использует большое количество воды. И нам необходимо повторно использовать до 80% воды повторно, чтобы, может быть, повысить нам вот эту рецикличность, чтобы тратить меньше воды, чтобы меньше воды уходило, как говорится, полностью из цикла. И пневматический фракинг здесь используется – это одна часть вопроса. И ваш вопрос, как быстро у нас закончатся запасы пресной воды. Я думаю, что главным потребителем пресной воды является сельское хозяйство, а не нефтедобыча и так далее. И во многих странах, где мы это видели, качество воды действительно снижается. И в отдельной части, в юго-западе Соединенных Штатов и в Китае то же самое происходит. И поэтому мы чувствуем, что, да, есть тесная взаимосвязь между энергией и водой. Поэтому мы пытаемся использовать меньше воды и стараемся поставить энергию таким образом, чтобы как можно больше воды можно было повторно использовать. В Саудовской Аравии, например, нет пресной воды, но они могут получать ее из морской. И, опять-таки, главным потребителем пресной воды, как я говорил, уже является все-таки сельское хозяйство, а не нефтегаз. Спасибо большое за вопрос. Есть еще один вопрос. Можем его принять. Меня зовут Панович. Так, коллега упомянул фрекинг. Хотел бы задать вопрос. Задавали ли вы себе такой вопрос? Можем ли мы сделать что-то такое, чтобы… Есть ли какое-то решение… Very difficult. Есть ли какие-нибудь идеи? Вопрос, в общем-то, справедливый. Есть комментарий, который я обычно всегда делаю на эту тему. У нас никогда не закончится нефть, потому что каменный век еще не закончился, потому что у нас еще не закончились камни. И мы не исчерпаем запасы нефти, поэтому и нефть тоже, век нефти не закончится. Но будут другие, более удобные, более дешевые источники энергии. И в конечном итоге будет комбинация между теми видами энергии, которые мы имеем, в том числе ядерной энергии и так далее. И это всего лишь вопрос времени. И также вопрос технологии, вопрос денег. И заменяя существующие виды энергии, инфраструктуру, конечно, тоже займет несколько триллионов долларов и займет порядка от 30 до 50 лет, если мы даже прямо сейчас начнем. Поэтому, конечно, вопрос справедливый. Я не технолог, я не политик. Поэтому, наверное, здесь я вряд ли смогу ответить. То есть вы даете ответ в виде вопроса. То есть есть ли такая технология, которая может собой заменить все-таки эту технологию? Мне кажется, наше время истекло. Я дам каждому из наших спикеров по 30 секунд. В 2020 году, 2020, вы будете делать презентацию в этом же зале. И, окей, представьте себе ваши мысли. Хавьер, вы можете посмотреть на цифры, где наши расходы, где наши возможности. Я вижу, что большие возможности лежат в нанотехнологиях и в покрытиях, в лучших свойствах. Я верю, что мы увидим здания более интегрированные с новыми технологиями, с солнечными панелями, лучшими материалами, более светлыми, более яркими, абсорбирующими энергию и дающими более эффективную энергию. Я считаю, что здесь заложена огромная возможность. Серхио, пожалуйста, ваши идеи. Я считаю, что есть пару областей, которые будут претерпевать особые изменения. Первое – это коммуникации. И второе – это другой способ ухода за здоровьем, здравоохранения. Лучшие технологии в энергетической сфере. И, конечно, они будут привязаны к вот этим двум направлениям, поскольку коммуникации изменятся. Потребление энергии также может быть… Подход изменен здесь и в обоих направлениях – и в медицине, и в телекоммуникациях, электронике будут просто большие прорывы. Да, очень прагматично. Мы говорим о 2020-м годе, да? Я думаю, что самое крупное воздействие в энергоиспользовании, хранении, конечно, будут большие улучшения здесь. Но я думаю, что я также считаю электроника. Очень большие улучшения происходят уже сейчас. И, наверное, такое мое предположение. Я думаю, что в 2020 году децентрализация производства электроэнергии. Мы сейчас живем в основном… В западном мире, наверное, сейчас немножко меньше этого. Но в России у нас централизованы электропоставки и производство, и снабжение. Я думаю, что в 2020 году у нас значительно произойдет движение в сторону децентрализации, особенно в удаленных районах. И я думаю, что мы также живем во время интеллектуальных энергосистем. И это тоже в 2020 году. Это будет эра электромобиля. По крайней мере, значительная часть автомобильного парка будет электромобилями. И, конечно же, я верю, что у нас будут очень серьезные изменения в зданиях, в строительных материалах и много-много другое.